Йобра 2 обновление в самом разгаре, и в самом разгаре должны быть ваши лайки под эту серию, где я быстренько открываю меню киоска и показываю вам цены на новые кейсы. Прошло буквально пару дней, а они уже посыпались в цене, по 75 тысяч, вот по 79, я такое первый раз вижу, что там разработчики уже сделали. А вот золотые рубли мне нужны, цена адекватная по 80 косарей, возьмем все две штучки. Если вы помните, я активно закупал кейсы на перепродажу, и вот 60 египетской силы мне тогда вышли в среднем по 150к за штуку. Сейчас же я смотрю в киоске, люди их начали выставлять по 100к, 100 тысяч, ребята, это катастрофа. Все это из-за того, что теперь падают все кейсы со всех работ, кроме начальных. Разбираемся со вторым киоском, и господа, всех нас интересует только одно, как заработать много денег на этом обновлении. Загоняем гелик на мойку, и теперь следить за износом нужно внимательнее, у меня вот накапало 12%, и эти 12% уже влияют на максимальную скорость. По мелочи заправляем, и закупаем ровно 3 акваланга на 100 косарей. Если вы думаете, что я собрался чисто фармить металлолом, вы ошибаетесь, мы ювелирно скинули на воду свой гидроскутер, и вперед на остров для дайвинга. Ой-ой-ой, подожди, а почему на острове только один человек конкуренции? Или вы хотите сказать, что игроки еще не в курсе, как много денег здесь можно заработать? Начинаем. 18.49, настраиваем режим от первого лица, и подожди, а вот это сюда? Теперь я понял, почему на острове не было людей, там просто засел ДМщик, который, так скажем, спасает экономику. Залетаем на другой остров, по конкуренции еще 4 игрока, но вы не переживайте, свое я заработаю. Короче, главная наша задача на это обновление, нафармить как можно больше древних табличек. Я вот с сундука выбил металлолом, и у меня табличек пока что 252 штучки. Опа, ну наконец-то выбил табличку из сундука, и как вы понимаете, это главная валюта этого ивента. В прошлой серии я уже вам показывал весь праздничный магазин, куда можно потратить эти таблички. Ну и также мы затронули такое мероприятие, как гонки на машинках, где, честно сказать, мне не зашло. Опачки, ребята, а мне кейс пиратский выпал сюда, я что-то его даже не ожидал так быстро выбить. Короче, пока мальчики гоняют на машинках, настоящие мужики работают на дайвинге, и я уже понимаю, что это лучший способ, как можно заработать много табличек. С одного сундука в среднем падает от одной до четырех штучек, и вот еще и выпал золотой рубль сюда. Он нам понадобится для одного интересного крафта, где опа, выбило сразу пять табличек, окей. Плюсуем еще золотые два рубля, и огромное преимущество дайвинга, что сундуки здесь спавнятся всегда на одних и тех же местах. Соответственно, фарм табличек здесь максимально стабильный, и ой-ой-ой, Томас предложил купить себя. Думаю, все уже в курсе, что в крафт был добавлен мой скин, только с небольшим таким нюансом. На скрине видно, что для крафта нужны кроссы, футболка, джинсы, и дополнительно разработчики решили добавить телефон оранжа, золотой рубль и рецепт для пошива. Я об этом честно не знал, это инициатива разрабов, но мы подстроимся под эти реалии. Томас сцену свою таки не назвал, а я плюсую золотой рубль, он пригодится для крафта. И прикинь, я выбил второй кейс пиратский, хотя времени прошло ну где-то минут 15. Кстати, Томас хорошенько вспомнил о победителе в конкурсе на 100 долларов, и им оказался Матвей с 11 сервера, которому я уже перекинул всю денежку. Нереально, пацаны, я вот работаю и уже понимаю, это лучший заработок на данный момент. И опачки, третий по счету кейс, хотя с момента прошлого выпадения прошло минут 16. И вот теперь мы получили ответ на главный вопрос, почему новые пиратские кейсы такие дешевые. Ну что, последний акваланг закончился, и в моем инвентаре очень много всего, где по табличкам 375 штук, то есть меньше чем за час, я плюсанул 123 штуки. Перемещаемся в банк, оплатим все налоги, а то я немного подзабыл. Снимаем 1,8 кк со счета, еще немного прибыли и киосков, и вот на балансе имеется 63 миллиона. Нужно подсчитать прибыль с дайвинга, где металлолом вышел на 37800, и вот во сколько оцениваются вообще таблички. Их можно будет продавать после 7 августа, и я могу предположить, что одна штучка будет стоить ровно косарь. Пока хейтеры надо мной прикалываются, выставляют фейковые объявления, и все флудят, мы быстренько влетаем в антиквариат, где плюсуем еще 190 косарей, а вот золотые рублей я продавать не буду, они мне нужны для крафта. Только проблема в том, что мне нужно будет где-то найти телефоны Оранж, они вообще редкие, капец. Залетаем в торговый центр и внимательно смотрим, что почем, где опа, рецепт для пошива сюда. Как и ожидалось, никто не продает айфоны, и я подаю объявление о том, что готов их покупать по 200к за штуку. Самые хитрые по-любому начнут их ловить на свалке, а я вот нашел у продавца 4 штучек. Залетаем на лесопилку, и солнышко мое, ты походу перепутала, сломанные мне не нужны. Мне нужны именно целые, вот как у Владоса. Передаем ему 200 косарей и перемещаемся в секретный гараж. Ну что, господа, мы переместились за мой телефон, и я готов в режиме реального времени попробовать скрафтить свой же скин. Выбираем одежду, малфойчик он родимый, шанс успеха 5%, и одна попытка стоит 100 тысяч. Опять же, я смотрел видос, нужно вот так вот докрутить, еще раз там несколько попыток, и вот все, теперь точно нажимаем да, и неудачно 100%. А, ну да. Сколько я потратил ляма 3 в себестоимость крафта? Это вам не хухры-мухры, малфойчик, и надо еще постараться скрафтить. Вообще я какой-то упоротый. Ладно, от неудачной попытки крафта я уже отошел, и мы оказались в Египте не просто так. Самый главный заработок на этом обновлении будет строиться на фарме табличек, и вот я в очередной раз хочу попробовать гонки. Мы в катку залетаем, и разумеется, всякие недалекие меня подрезают, короче, я понял. Фарм табличек мне здесь не нравится, особенно когда кд на участие почти 5 минут. Лучше обратить свое внимание на металлоискатель, где, поверьте мне, это того стоит. Главное отличие от дайвинга заключается в том, что здесь нет стабильности, сигналы разбросаны по всему острову, и в первую очередь нужно проверять участки там, где есть зелень. Плюсуем 4 таблички, плюсуем еще 3, и в принципе кроме табличек здесь ничего больше не выпадает. Так, братва, в самой пустыне никаких сигналов нет, но вот тут я встретил подписчиков, и говорят проверить мне район вулкана, а на карте он находится вот в этом месте. Прыгаем на квадрик, добираемся до точки, и господа, а он не соврал, здесь реально все есть. По локации это место для тех самых гонок на машинках, и поближе к яме сигналов еще больше. Опачки, нашел сигнал прям на пустынной дороге, и подожди, я нашел сигнал прям на самой горе. Тут нужно чувствовать, и теперь у меня 444 таблички, где за последние полчаса я нафармил 69 штук. Каждый для себя найдет лучший способ фарма, ну а я отдаю предпочтение 100% дайвингу. Перемещаемся мы на свалку, многие этого не ожидали, мешочек, к сожалению, не заберу, и вот обычных работающих айфонов здесь тоже нет. А когда они не нужны, их здесь полно, короче, это закон подлости. Мы перемещаемся на киоске, выкупаем еще рецепт для пошива, и господа, я вот сейчас не понял. Тут паренек мне предлагает купить у него черное золото за 600 косарей. Я переспрашиваю, может быть он ошибся, и да, говорит, продает за 600. Быстренько с ним топаем в киоск, и реально выкупаем кейс черное золото за 600 косарей. Вот вижу, здесь висит другой за 800К, и мне на душе стало больно, почему цены так сильно просели. Я две недели назад их покупал по 1,4КК и считал, что это дорого. Выставляю на перепродажу за 777К, хотя вот Скалли готов мне продать еще 5 штук по 600К. Закидываем по 62 тысячи три пиратских кейса, попробуем слить, ну и кейсы Путь Воина по себестоимости, хоть бы побыстрее от них избавиться. Йоу, братва, это у нас новый день, и быстренько смотрим, что у нас купили в офлане. Три пиратских кейса, это было очевидно, два колеса пойдет, ну и кейс Египетская Сила. В принципе, я даже не удивлен, а вот по поводу черного золота прям как-то стало обидно. Цены по 666 косарей, и можно найти дешевле, и опа, я закупаюсь рецептами для пошива. Три штучки вышло на 2 миллиона 600 тысяч, и разумеется, я буду пробовать крафтить еще. Только вот как найти целые айфоны, я вообще без понятия, даже по 200к никто не продает. Ой-ой-ой, Артем ко мне предлагает выкупить мой же скин, и тут нужно сойтись по цене. Говорит, хочет 7 лямов, но я готов забрать за 5, так что пускай думает. Мы перемещаемся на контейнеры, и ко мне пришла опять гениальная идея. Айфоны падают еще с конта техники, только вот из-за хейтеров приходится ценник набивать. Финальная цена 459 косарей, а внутри опа, плюс телефончик, ну и как бонус белый холодильник. Все остальное продаем, и больше контейнеров с техникой я не вижу. Или подожди, это не айфон, это смартфон, и для крафта он не подходит, ну ямы. Встречаемся с Артемкой, пулей, летим в торговый центр, и он говорит, сейчас будет понижать цену. Хотя подожди, так он все это время висел за 5кк, я только что его купил. Артемка явно не пальцем делан, но его я понимаю. Ну и что ж, Малфойчик купил Малфойчика. Скин, конечно, упоротый, но я сам на себя похож. И это получается, я и в жизни такой упоротый? Это что, Малфой с Малочкой кормит? 12 попыток я на твой скину, еб***но. Малфой, Малфой, здорово, Малфой! Ладно, настраиваем аксессуары, посох все равно будет мешать при беге. И жду вашу оценочку моего скина в комментариях, только давайте по-честному.